Всем привет, ребят! Сегодня будет обзор на книгу, которую я считаю самой лучшей книгой, реально самой-самой лучшей книгой из всех бизнес-книг, которые я когда-либо читала. И эта книга вообще, она перевернула моё восприятие бизнеса вообще в целом в голове, за что автору огромное спасибо. Автор Майкл Роуч, называется «Алмазный оградщик. Монах, основавший компанию с оборотом в 250 миллионов долларов». Реально, эта книга мне очень забавно попалась, просто её упомянули в комментариях к видео. В видео было какой-то рум-тур, обзор квартиры, и девчонка рассказывала, что куда бы она не переехала, везде у неё возникают сложности с соседями, что соседи начинают или громко шуметь, или делать какой-то ремонт. И в комментариях ей написали, что вы сами привлекаете это своими действиями, своими мыслями, своими поступками. И в этом смысле почитайте книгу «Алмазный оградщик». И автор этого комментария сказал, что я ничего, ни за что не ручаюсь, но мне эта книга понравилась. И я поняла, что вот эта вот тема привлечения желаемого или избавления от нежелаемого с помощью мыслей, действий — это вообще моя тема. Я, честно говоря, даже так прониклась в философии Майкла Роуча, что я, там у меня ещё на полочке покажу, у меня ещё 6 или 7 книг его. Я скупила практически все, которые были на русском языке. Там есть совершенно разные книги, например, «Карма любви» мне ещё очень сильно понравилась. Есть и просто его «10 ошибок, как не нужно делать». В общем, автор мне очень сильно зашёл, и вот эту вот книгу я не могла, со мной такое крайне редко бывает, но я когда её начала читать, я не могла остановиться, что я её чуть ли не до самого утра читала, ну не дочитала, и, в общем, продолжила на следующий день, настолько сильно она меня впечатлила. И давайте немножко про автора. Вам расскажу. Ему сейчас 66 лет. Он родился в Штатах, выучился в Принстонском университете, но, к сожалению, у него за год до окончания университета оба его родителя умерли из-за рака, затем брат покончил жизнь самоубийством, и он уехал в Тибет для того, чтобы найти ответы на свои вопросы, то есть он был в очень тяжёлой жизненной ситуации, и он 25 лет учился в тибетском монастыре Сэра Мэй, затем он в течение трёх недель сдавал экзамен, где каждый монах подходил к нему и задавал вопросы. Есть даже вот это вот видео в интернете, это, конечно, просто впечатляет, как можно 25 лет учиться быть в тибетском монастыре. Это, конечно, потом ещё три года он был в молчаливом ретрите, то есть он ничего не говорил в Аризоне. Это уже было в 2000-х годах. И Майкл Роуч — первый представитель западной культуры, который сумел получить степень геше мастера буддизма после 25-летнего обучения. Это вот написано в задней части книги. И как вообще появилась на свет эта книга? Ему его тибетский наставник после окончания пребывания, 25-летнего пребывания в монастыре, после успешной сдачи экзаменов, ему дал задание поехать в Нью-Йорк и заработать миллион долларов, кажется, там, по-моему, в течение года, заработать миллион долларов на алмазном бизнесе, чтобы помочь беженцам. И Майкл Роуч, это я подчеркнула уже из других книг, что он совершенно не хотел заниматься бизнесом, совершенно не хотел возвращаться в Нью-Йорк из Тибета, и абсолютно у него не было желания заниматься именно алмазным бизнесом, потому что он считал, что этот бизнес, он один из самых грязных и кровавых бизнесов вообще в целом. Но, тем не менее, он еще с партнером соосновал эту компанию, и в этой книге рассказывается от начала до конца их путь, как они из нескольких человек, там, сидя в какой-то коморке, они превратили это в бизнес с миллионными оборотами, и в 2009 году их компанию выкупила структура Орена Баффета, это, вы знаете, это самый известный инвестор в мире, и очень-очень богатый человек. Так вот, что меня поразило в этой книге? Просто это произошел сдвиг моего сознания, что таким большим бизнесом может управлять человек с очень таким, скажем так, сильным кодексом чести, то есть у монахов там множество, около 250 обетов, и этот человек не только не нарушил обеты, но то есть он полностью управление своей компанией, он построил на тибетских принципах взаимопомощи друг другу, то есть на принципах кармы, что чем больше ты делаешь хорошего, тем больше тебе возвращается, и, соответственно, чем меньше ты делаешь плохого, чем меньше ты думаешь плохие мысли, тем лучше тебе. Эта книга изменила мое мировоззрение в том смысле, что вот я выросла в 90-е, и я видела совершенно другой подход к ведению бизнеса, и в моих мозгах люди богатые из того времени, это, конечно, мягко говоря, не сильно чистые люди на руку, то есть я сама работала в таких компаниях, где сотрудникам платили копеечную зарплату, где к ним относились очень плохо, неуважительно и так далее, и пребывая с детства в такой среде, я вот серьезно, вот просто на уровне подсознания была уверена, что только таким образом можно заработать большие деньги, только там обманывая, там, я не знаю, обделяя сотрудников, короче, нечестными способами, и эта книга меня полностью поменяла мое такое, слава богу, мировоззрение, и я хочу сказать, что мы сейчас живем в таком мире, где вот эти вот способы зарабатывания денег, как были в 90-х, они постепенно-постепенно уходят в прошлое, и сейчас можно видеть огромное количество молодых людей, талантливых, там, дизайнеров, художников, программистов, изобретателей, я не знаю, блогеров, которые зарабатывают очень много денег, при этом занимаясь любимым делом и принося пользу обществу, то есть мы уже вступили, слава богу, в такую эпоху, где можно заработать деньги своим собственным умом и жить, в общем, в счастье и в достатке, не так, как это было в 90-х. Да, то, что в 90-х было, оно и сейчас сохраняется, но сейчас невозможно так разбогатеть, на отжать и там какого-то предприятия там и так далее, то есть сейчас, да, это существует, там, коррупция, но я уверена, что это будет все больше, как бы уменьшаться и уменьшаться, и заниматься такими делами будет сложнее и сложнее. Так вот, Майкл Роуч в этой книге говорит о принципе пустотности, что, получается, вселенная, мир вокруг нас, он создается полностью из наших убеждений, и вот просто буквально, то есть мы выходим на улицу из дома, и мир, как, я не знаю, в фантастических фильмах, он по кусочкам воссоздается из того, что находится в нашей голове. Это, конечно, сложно, скажем так, понять, я в принципе не могу сказать, что я на 100% с этим постулатом согласна, но у меня как бы истина, истина в этом есть. Еще здесь, в этой книге очень сильно, то есть хорошо, когда у автора есть, скажем так, одна концепция, которая, по его мнению, дает ответы на все вопросы, и вот эта концепция — это карма, то есть система причинно-следственных связей, и, ну скажем так, любое решение, или практически любое решение вопроса, оно просеивается через сито четырех шагов, как он называется, четыре шага Старбакса. То есть у тебя, к примеру, есть какая-то проблема, например, там, ну, как бы в контексте этой книги, ты, например, у тебя мало денег, и ты хочешь заработать больше денег, и ты, первый шаг Старбакса — это то, что ты конкретно проговариваешь, какая у тебя проблема, и что ты ее, и что ты ее хочешь решить. Например, мало денег, хочу заработать больше денег. Второй шаг — ты находишь человека, своего друга, знакомого, у кого такая же проблема, приглашаешь его в ближайшее кафе, именно поэтому называются шаги Старбакса, потому что в Америке там Старбакс на каждом шагу, но ты, в общем, приглашаешь его в кофейню, и искренне от души даешь ему советы, то есть помогаешь ему словами, возможно, какими-то поступками решить его проблемы. И здесь есть такое возражение, что как я, человек, условно, у которого нет денег, как я могу помочь другому человеку их приобрести? Ну, во-первых, Майкл Роуч говорит, что у каждого человека есть свой собственный опыт, и здесь опыт как бы как не нужно делать, то есть ты можешь с этим человеком поделиться своими ошибками. Получается, когда ты делишься тем, что ты считаешь, что у тебя мало, ты осознаешь, насколько на самом деле ты ошибался, и как много у тебя в действительности есть, то есть ты находишь какие-то советы, например, как не нужно делать, какую ошибку ты совершил, и как ты посчитаешь, что ее не нужно было совершать, и так далее. То есть первый шаг — это постановка проблемы. Второй шаг — это ты приглашаешь человека, у которого такая же проблема в кофейню. Третий шаг — это ты стараешься ему помочь советами, рекомендациями, какими-то действиями. И четвертый шаг — это медитация перед сном. Вспоминая, прокручивая все эти события, ты получаешь удовольствие от того, что ты смог помочь этому человеку. Ты сделал все, что мог, чтобы принести какое-то добро в этот мир и постарался улучшить жизнь этого человека. В принципе, вот четыре этих шага. И я бы сказала, что этот принцип кармы, конечно, он, на мой взгляд, не такой прямолинейный. Карма, она очень-очень работает. Но, скажем так, в моей жизни она работает не настолько прямолинейно, как это описывает Майкл Роуч. Безусловно, мы все живем в обществе, мы все друг с другом энергетически связаны. И мы, помогая другим, мы на самом деле помогаем себе, потому что нам это возвращается. Но у Майкла Роуча вот такой вот принцип, что если ты что-то хочешь, например, найти парня, выйти замуж, что тебе нужно именно найти такого же человека, который тоже, условно, девушка хочет выйти замуж и помочь этой девушке именно с точно такой же проблемой. Но я бы сказала, что это работает шире. Если просто открыть глаза и начать помогать людям, и причем начать помогать людям не из позиции, что нет, я должен, получать от этого удовольствие, помогать людям из ощущения наполненности, и как бы не отрезать от себя кусок и отдавать, а помогать из ощущения изобилия, и помогать с радостью, то есть именно делать то, что внутри откликается, что я хочу это сделать, а не то, что я там должен здесь сделать. То есть здесь речь не идет о том, что ты, я не знаю, выходишь на улицу и даешь деньги всем окружающим и всем попрошайкам и так далее. То есть мне кажется, нужно тоже через фильтр, конечно же, своего восприятия пропускать и помогать людям, вот когда у тебя внутренний позыв есть, поделиться и помочь человеку. И оглядываясь на свою жизнь, я бы сказала, что этот принцип, он 100% работает, потому что я вот даже свой канал основала просто для того, чтобы поделиться своим опытом, как я вылечила болезни с помощью сыроедения, и чтобы люди узнали об этом и тоже были здоровы. Вот это был чистый порыв, чистое желание души, вот. В общем, я вам очень рекомендую почитать эту книгу, то есть пересказ ее содержания и моя личная интерпретация — это одно, а прочитать ее в оригинале — это совершенно другое, очень вам рекомендую ознакомиться. Книга очень интересная, и даже если вы не бизнесмен и не планируете открывать бизнес, в любом случае это совершенно не важно, она просто интересная самим наполнением, принципами, и даже про алмазный бизнес мне было, ну, как бы, не особо интересно, но я втянулась, вот, и с удовольствием, в общем, ее прочитала, и хочу, кстати, еще перечитать. Девчонкам очень рекомендую, тем, у кого проблемы какие-то в отношениях, очень рекомендую книгу Майкла Роуча «Карма любви», она у меня тоже есть, и там тоже устроено все на принципе кармы, то есть, с одной стороны, если вы хотите чего-то получить в личных сообщениях, в личных отношениях, то нужно вначале что-то дать хорошее, например, Майкл Роуч предлагает, вот, если девчонка хочет выйти замуж, найти себе парня, это значит, что она хочет близкого человека, она хочет общения, и Майкл Роуч предлагает это общение тоже дать нуждающемуся. Но я бы сказала, что вот этот вот принцип кармы, он не работает настолько прямолинейно просто, если вы посмотрите вокруг и подумаете, чем вы можете помочь окружающим, просто банально, я не знаю, улыбнуться на кассе кассиру, поблагодарить его, ее, и там, сделать ей комплимент, просто подарить улыбку, там, покормить каких-то животных на улице, помочь какому-нибудь приюту, помочь другу добрым словом, или советом, или поддержкой, это уже будет знак для вселенной, что вы в нее вкладываете, и вам обязательно, обязательно просто 100% вернется это добро. И очень классный фильм, кстати, в эту тему «Заплати другому», то есть тоже основан на том же принципе, что ты помогаешь другим, как бы вперед помогаешь, и когда ты, у тебя рано или поздно приходит ситуация, когда ты будешь нуждаться в какой-то помощи, поддержке, в каком-то совете, он обязательно придет, потому что ты изначально уже поделился добром с этим миром. В общем, эта книга очень стоит прочтения. Спасибо вам за внимание, и до встречи в новых видео!